Российские войска не прекращают попыток установить контроль над административными границами Луганской и Донецкой областей. Используют даже химические атаки, но все усилия тщетны и обращаются против оккупантов. Это второй раз, когда россияне пытаются отравить людей. Неподалёку от рубежного они прицельно попали в цистерну с азотной кислотой. Ветер погнал оранжевое отравленное облако в сторону оккупированного Старобельска. Накануне в результате обстрелов четверо мирных жителей погибли в Угледаре и один в Новомихайловке Донецкой области. Еще пятеро получили ранения. Под постоянным огнем оккупантов находится Попасная, Горская общины, Северодонецк, Лисичанск и Кременная. Агрессор на Луганщине штурмует Попасную и Рубежная, пытаясь зайти вглубь городов, однако терпит потери и в живой силе, и в технике. Окупанты накапливают силы для наступления. Продолжается накопление сил и средств врага. Они все никак не могут решиться на тот прорыв, который все равно будет, к сожалению. Когда именно будет тот прорыв, пока что четко непонятно. Но в ближайшие дни, к сожалению, полезут. Они не могут продавить нашу оборону, потому просто постоянно обстреливают и градами, и смерчами, и самолетами утюжат. От Золотого, Тошковки до Попасной. Все. Там очень такая плохая ситуация. Из-за возможного наступления российских войск, власти настоятельно просят жителей эвакуироваться, чтобы избежать большого количества жертв. Прошу, допомогайте близким, помогайте соседям, помогайте эвакуироваться, потому что еще раз, давайте говорить реально, орки, это то падла, которая приехала нас уничтожать. Нет никакого мира. Они приехали за стиральными машинками, которых они не видели в жизни. Они приехали грабить. Они не приехали никого освобождать. Кого освобождать? Мы и так свободная страна. И любой из нас может сделать что угодно. Поехать куда угодно. Может общаться на любом языке. Может поехать в любую страну. А орки не могут. Поэтому они со злости просто и совершают безнаказанное пока действие. Но мы будем уничтожать их. Потому что, к сожалению, здесь у нас битва за всю, не только Украину, почти за всю Европу. Ежедневно в Северодонецке горят жилые дома и гаражи. И ежедневно из Луганской области удается эвакуировать автобусами и железнодорожным сообщением тысячи людей. Их отправляют на Западную Украину, где волонтеры помогают с расселением, питанием и предоставлением медицинской помощи.